Привет, меня зовут Хатуна и мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Вот этот, как бы, такой широкий лозунг «своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского. Пафосная «своих не бросаем» из уст Путина может быть интерпретирована по-разному, но зачастую с негативной коннотацией. 15 августа издание The Insider опубликовало расследование, в котором были собраны истории вероятных отравлений тех, кто покинул Россию после начала войны в Украине. Деятельность предполагаемых жертв Кремля была связана с критикой и обличением российского режима. В этом списке оказалась журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян, которая, предположительно, была отравлена в Тбилиси. Осенью прошлого года в одной из гостиниц грузинской столицы девушка почувствовала сильное недомогание. Головную боль, ее руки, ладони и стопы побагровели, во рту появился привкус металла. Только через несколько месяцев, когда все другие возможные причины были исключены, врачи остановились на версии с отравлением. Однако для проверки крови на токсины было уже слишком поздно. В этом же списке наряду с Баблоян фигурировали журналистка Елена Костюченко, до которой Путин, вероятно, дотянулся в Мюнхене, и глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно, которую могли отравить в Праге. А теперь давайте вернемся к фразе «Своих не бросаем» и посмотрим, кого не бросает Путин. В своей новой статье Wall Street Journal ссылаясь на анонимный источник, пишет, российский президент добивается возвращения агентов, арестованных в ходе тайных операций за рубежом. Из материала следует, что сейчас Путин сосредоточен на освобождении убийцы чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. 23 августа 2019 года Вадим Красиков, он же Вадим Соколов, застрелил в центре Берлина, направлявшегося в мечеть Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Германии заявила, что Хангошвили был убит в отместку за его участие во Второй Чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008. Немецкий суд фактически согласился с прокуратурой, установив, что киллер действовал по заказу Москвы и назвал убийство Хангошвили актом государственного терроризма. Мужчина получил пожизненный срок. По данным Wall Street Journal, Путин лично распорядился добиться освобождения киллера. Решить вопрос поручено секретарю Совбеза Николаю Патрушеву. Ранее Беллинкад, Дершпигель и The Insider выяснили, что Красиков служил в спецнаде ФСБ «Вымпел» и участвовал в ряде других заказанных убийств. В 2004 году, например, российский президент рассыпался в благодарностях Эмиру Каттера за возвращение двух россиян, осужденных за теракт, в результате которого погиб бывший полевой командир чеченских повстанцев. Так что же получается? Путин буквально держит на прицеле всех критиков режима, но не жалеет сил на спасение тех, чьими руками выполняются преступные заказы Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok